Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире передача Адалда Халана, я ее ведущая, Самира Тайтиенова. Сегодня мы поговорим с вами о поправках в закон о защите прав потребителей. В гостях руководитель департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Светлана Ивановна Занегина, а также руководитель общественного объединения защиты прав потребителей города Кокштал, Сергей Крахимович Макишев. Приветствуем вас. Добрый день. Светлана Ивановна, в прошлом выпуске мы говорили с вами о тех поправках и изменениях в закон о защите прав потребителей, которые были приняты 25 июня 2020 года, то есть это так называемый первый пакет законодательных новелл. В прошлом выпуске вы также сообщили о том, что на практике встречается ряд вопросов, которые привели к необходимости разработки второго пакета законодательных новелл, изменений и дополнений в законодательные акты. Поэтому в нынешнем выпуске хотелось бы, чтобы вы вкратце рассказали о имеющихся планах изменений и дополнений в закон. Да, действительно, мы говорим, что сегодня потребитель нуждается в особом внимании со стороны государства, так как он является очень непрофессиональным участником рынка и без социальной, административной помощи, а тем более юридической поддержки, не всегда может защитить грамотно свои права. Поэтому, да, действительно, огромный пакет изменений был внесен в 2020 году, но, как практика показала, есть ряд проблем. Вот сейчас мы уже идем к завершению работы над вторым пакетом внесения изменений в законодательство по защите прав потребителей. Да, как вы говорите, мы на прошлой передаче обсудили внедрение института омбудсмена, поговорили по улучшению положений потребителя при заключении договоров. Теперь, сегодня я хотела бы остановиться, в частности, на возврате товара. Возврат и обмен товара в течение 14 дней. Почему? Потому что в эту статью вносятся изменения. Раньше было 6 позиций непродовольственной группы товаров, которые подпадали под исключение. То есть потребитель не мог в течение 14 дней вот этих 6 наименований товара вернуть, как все остальные товары. То есть даже при соблюдении всех требований не использовали товар, ярлыки, ценники, все сохранено. Но есть ряд причин, которые, конечно, мы вынуждены были эту группу товаров внести в ряд исключений. Это что было? Лекарственные средства и медицинские изделия. Сейчас мы исключаем слово медицинские изделия, лекарственные средства остаются. Это было нижнее белье. Было просто нижнее, нательное белье. Теперь мы добавили, уточняем, что это именно является нижнее нательное белье. Чулочно-носочные изделия, животные растения. Потом раньше были метражные. Это подразумевалось любые метражные товары. Независимо, покупаете вы их по индивидуальному размеру, то есть индивидуально для вас отрезают, либо в целом берете рулоном. Эти товары тоже не подлежали. Сейчас четко определили, что не подлежать будут метражные изделия, которые приобретены потребителям именно по его размерам. Это и тот же линолеум, и те же ковровые дорожки, будем говорить, и кружева, и даже будем говорить в части провода. То есть если вы отмерили по нужному вам размеру, вернуть вы их уже не сможете. И теперь там, значит, в действующем законе с апреля 2019 года были внесены абонентские устройства, которые тоже потребитель не мог вернуть, в том числе и, будем говорить, сотовые телефоны. Сейчас, хочу обратить внимание потребителя, эта норма будет исключена. То есть потребитель сможет в случае необходимости, даже если смартфон надлежащего качества, в течение 14 дней вернуть. Это очень хорошее изменение. По этому вопросу очень много было обращений, обсуждений этой темы. Принято решение, что действительно мы их исключим из действующего закона. Добавим туда заказы по индивидуальным заказам. Это пошив одежды, пошив постельного белья. Все, что по индивидуальным заказам, оно тоже не будет подлежать возврату. Светлана Ивановна, в части смартфона, это тот предмет, без которого на сегодняшний день каждый гражданин не может представить свою обыденную жизнь, все-таки обменять или вернуть? Согласно закону, в действующей редакции перед потребителем на первом плане стоит обмен смартфона. Если он не находит нужную ему модель, либо принял решение все-таки поменять саму модель, он имеет право расторгнуть договор и вернуть его. То есть нет условия, что только обмен, либо только возврат. Этот выбор остается за потребителем. Спасибо. Сергей Крахимович, говоря о каких-либо новеллах в закон о защите прав потребителей, хотелось бы также отметить и акцентировать особое внимание на следующие поправки. Это в части вознаграждения общественных объединений, то есть то самое стимулирование общественных объединений при защите прав потребителей. Хотелось бы узнать у вас, какой опыт имеется в ближнем зарубежье, в странах СНГ, и что планируется у нас в стране? Что можно сказать? Защита прав потребителей – это одна из больших тем, которая стоит на одной ступени – защита жизни, здоровья граждан. Поэтому государству придается очень большое значение этой проблеме по защите прав потребителей. В частности, общественные объединения – это не государственные, не коммерческие организации, которые существуют уже более 30 лет от Молинской области. И у нас работа в какой-то степени отличается от департамента тем, что мы имеем право подавать судебные иски в суды по защите закона прав интересов граждан. Вопросы по защите прав потребителей решаются в таких аспектах – заявления, претензия. Если по претензии не решается, подается материал в суд. Из 100% обращения, 95% мы решаем претензионно. Но в пяти случаев, бывает, подаем в суд. Раньше в старом законе Казахстанской ССР, я все-таки вспомнил закон 10-го года, до 10-го года мы с ним работали, с 92-го, там была такая статья, где при подаче ИСК в суд, значит, суд выносил решение 70% в пользу бюджета государства, 30% в пользу общественного объединения. Но в моем законе этой нормы нет. Поэтому сейчас, значит, только те позиции, которые мы указываем, там, материально, морально, неустойки и судебные сдержки, вот это судом решается. Но сейчас бы, конечно, она бы неплохо была, если вот эту норму опять ввести, если у нас было 30-70, а в других государствах, может, меньше, а в Российской Федерации 50 на 50. Это стимулирует работу общественной организации, так как, вы понимаете, общественные организации у нас в области всего две, Степногорск и мы. Поэтому обращение есть. И вкратце я хотел бы еще остановиться о работе наших сервисных центров. Это большая проблема для потребителей, в частности того, что товары бывают у нас гарантийные и негарантийные. Люди должны понимать, что такое гарантия. Они думают, раз данная гарантия, значит, товар должен быть качественным. Но гарантия, это тот период времени, два года, например, это дается для того, чтобы в течение этого времени потребитель сумел предъявить претензию по качеству товара. Поэтому, когда в течение этого времени товар выходит из строя, гарантийный, особенно от бытовой техники в основном, потребитель куда обращается? В сервисные центры, которые должны в течение 10 дней согласие потребителей, далее 20 дней согласие потребителей, все идет согласие. А далее, чтобы было до месяца, заключается соглашение для в течение месяца произвести ремонтные работы. Но потребитель имеет право, если товар, значит, имеет брак заводской, его вины нет, требовать акт технического состояния товара, чтобы в дальнейшем с этим актом магазин мог обменять на другой товар или вернуть деньги. Ну, у нас сейчас в городе появилась новая компания, Телехаус, сервисная мастерская, на которой есть некое нарекание. Беря на ремонт бытовую технику, они по несколько месяцев держат, мотивируют тем, что нет запасных частей и так далее. Но это потребителям мало касается, так как потребитель купил товар, он должен в качестве, он должен пользоваться, он не должен находиться постоянно в ремонте. У нас много примеров, когда мы возвращали холодильники, которые находились на ремонте под несколько месяцев, 3-4 и более месяцев. Магазин не возвращает, потому что он находится между двух огней. Сервис акт не дает, магазин отказ. Привесите акт, мы вам вернем, заменим. Поэтому потребитель в таком затруднительном положении или, в конце концов, он обращается к нам, и мы наиспределяем претензии магазину, не сервис-центру, а магазину, который продал некрасивый товар, и магазин вынужден, обязан заменить или вернуть деньги. Хотя это, значит, сервис-центр свои функции не выполняет, как положено. Не проводит нормальный ремонт работы, не выдает акт и так далее. Получается нарекание, и люди постоянно жалуются. Мы же делим товары на две группы. Есть гарантийные товары, это бытовая техника вся. Есть не гарантийные. Возьмем, например, одежду, обувь, мебель, это не гарантийные. На них мало дается гарантия. Это редкий случай, когда дается гарантия, например, на мебель дорогую. В основном нет. Поэтому есть такое понятие. Если на товар не даны гарантийные сроки, претензии можно предъявлять до двух лет. Хотелось бы остановить на электронной торговле. К сожалению, у нас время эфира ограничено. Поэтому давайте весьма актуальный вопрос электронной торговли. Мы в следующем выпуске затронем расширенный, объемный аспект вопросов. Вам, в первую очередь, желаем успехов в защите прав наших потребителей. Уважаемые телезрители, в очередной раз напоминаем вам, если вы столкнулись с каким-либо проявлением коррупции, необходимо сообщить в колл-центр агентства по противодействию коррупции 1424. Спасибо за внимание. Всего доброго.